Садитесь, господа! Алексей! Алексей! Вы мечтаете, мой друг? Господа, представляю вам молодого дворянина Алексея Сергеевича Буланова. Судьба его очень интересная. Я вам сейчас расскажу. Алексей! Покуряйте по саду, мой друг. Ваш родственник, вероятно? Нет, не родственник. Этот молодой человек, сын одной моей приятельницы. Мы встретились с ней в прошлом году в Петербурге. Прежде давно уже мы жили с ней совершенно как сестры. Но потом разошлись. Я вдовела, она вышла замуж, я ей не советовала. Испытавшись сама, я получила отвращение к супружеству. К супружеству, но не к мужчинам. К парке, Рилл. Ну, а я почем знаю, я только спрашиваю. Ведь разные бывают характеры. И к мужчинам особенно, таким, как вы. Премного вам благодарен. Раиса Павловна строгостью своей жизни украшает всю нашу губернию. Наша нравственная атмосфера, если можно так сказать, благоухает ее добродетели. Лет шесть тому назад, когда слух прошел, что вы приезжаете жить в имение, мы все здесь перепугались, ваши добродетели. Жены стали мириться с мужьями, дети с родителями, а во многих домах даже стали тише разговаривать. Шутите, шутите. Так вот, господа, судите меня как хотите. Я решила сделать три добрых дела разу. Три любопытного. Успокоить мать, дать средства сыну и пристроить свою племянницу. Я выписала сюда на лето молодого человека, пусть они познакомятся. Женю их и дам за племянницей хорошее преданное. Потом. Ну, теперь, господа, я покойна. Вы знаете мои намерения, хоть я и выше подозрений, но если бы нашлись злые языки, вы можете объяснить, в чем дело. Все высокое и все прекрасное найдет себе оценку. Раиса Павловна, кто же смеет? Ну, а чего же не сметь? На это цензуры нет, никому не закажешь. Впрочем, я мало забочусь об общественном мнении. Я делаю добро и буду делать. А там, пусть говорят, что хотят.